Все, что он делает, он делает с любовью. В принципе, об этом художнике можно больше ничего не говорить. Сколько бы ни исследовали его творчество, вывод один. Главным остается любовь к людям, которую Петр Решетников передал через свою преданность искусству и свои работы. Поколение Решетникова, рожденных перед войной, не имело представления о самоутверждении через искусство, о самопиаре. Слава и деньги выживших в те годы не интересовали. Петр Никитич родился в 36-м и точно художником. Он во многом заменил ушедшего на фронт отца. Страстно хотел рисовать, искал на свалках то, что можно использовать вместо холста. Как чудо воспринимал скудное приобретение красок. Об электрическом свете для рисования и речи не было. И надо было выживать, работать, кормить семью. Потому ремесло получил инженерное. Собранность, скромность, трудоголизм, стремление к порядку обеспечили карьерный рост. 40 лет Решетников отдал должности главного инженера в управлении делами Совета Министров. Но ежедневно рисовал, писал, осваивал технику. Подсматривал у мастеров, общался с художниками. Брал уроки акварелей у Андреяки. И сегодня скажи в соснах, Петр Никитич. И сразу улыбка, теплое воспоминание. Это тот случай, когда все держится на одном человеке, после ухода которого его заменяют целые отделы и службы. Когда спрашивают, работа или искусство? Однозначный ответ – искусство. На упреки в отсутствии школы Решетников отвечает своим творчеством. Каждый ли профессионал так способен рассказать о родной земле, любимой России? Всякий ли ныне, почитающий себя мастером, устремится за мимолетным блеснувшим лучом, стараясь запечатлеть то быстротечное состояние природы, которое потом удивит зрителя. Пейзажи – это разное состояние природы. И что самое характерное тоже для художника является, не у каждого художника вы можете заметить вот это качество, эту черту, которую он передал в своем произведении – настроение. Настроение свое, настроение природы. Решетниковская хлебосольность, широта души в сочных, радостных, сложно-композиционных, словно приглашающих к столу на тюрмортах. Решетников относился к себе поистине критически. Не это ли позволило преуспеть в таком жанре, как портрет, где за реальным персонажем всегда образ. Таков портрет матери, символ женщины военного поколения, вдовы, вырастившей детей, внуков, не знавшей нарядов, праздности и сытости. Этот портрет жены написанный почти спонтанно. Его Галина, просто накинув платок, куда-то ненадолго шла. Ей он не понравился. Показалось, упрощает ее муж-художник. Образ у меня вот такой прям вот колхозница как-то смущал. Ну так мне не нравилось. Говорю, ну что, что мне такое изобразило-то прям вот совсем колхозница. Я сейчас смирилась с этим портретом и при оценке специалистов, что он, ну что-то там вот в нем что-то есть такое. Способность художника при ненормированном рабочем дне инженера поражает. Он честно готовился встретить свое 70-летие новыми работами. Заготовил массу холстов и рам, но скоропостижно ушел из жизни на 67-м. Ныне 800 его работ в частных коллекциях, еще 400 хранит семья. Галина Алексеевна популяризирует творчество мужа, нередко представляя работы на всевозможные выставки. Конечно, есть любимые, а этот заросший прут или портрет любимой внучки, написанный эмоционально, быстро, элегантно. В какой-то момент Решетников стал работать уверенно, смело. У него даже изменился мазок. Он стал крупным, умелым. Но времени не хватило. Он мог бы сделать очень многое. На Мольберте его самая последняя работа, незаконченная. В этих стенах, где коридоры еще помнят его шаги, это воспринимается так, словно он вышел ненадолго. Это типично русское национальное явление. Если бы просто-напросто разоблачить всю ложь о России, можно было бы показать где-то просто этого художника. И ложь разоблачена. Решетников-гуманисты – яркий представитель того самого реалистического направления, которое ругают, критикуют, но по которому ныне скучают. Да, по мастеровите найдутся. Но чтобы наполненное тихой радостью да бесконечной любовью, искреннее послание прямо к русской душе – это в наш циничный век. «Редкость» Ольга Винтер, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова